Здарова, мужчины! Всем скорейшего мира! Итак, это видео я назвал «Надо ли пропускать девушку вперед?». Опять же, оно более важное, чем просто понять, надо ли или не надо, потому что это всего лишь действие, которое может о чем-то говорить, а может ни о чем не говорить. И оно никак не связано с позицией сверху и с настоящим ощущением, правильным ощущением себя. Значит, у нас есть в чате много разных людей, которые присылают периодически какие-то голосовые сообщения. И один из них – это такой взрослый опытный дядька, который живет где-то там за рубежом, может, в Америке, не знаю, не помню, то есть или в Израиле. Короче, он решил поделиться своим опытом по поводу того, что такое в его понимании позиции сверху, то есть как бы надо ли вообще женщину пропускать вперед, допустим. И он рассказывает, что он учился в военном училище на дрессировщика военных собак. После этой школы я попал в роту спецназа в Москву, служил на площади Подбельского, 7456 есть такая военная часть. Нас учили, когда дрессируешь собак. Кстати, заметьте, то есть он не просто говорит, что, ну, вот учился, история же про собаку, да, то есть я учился на дрессировщика собак, там была какая-то история, допустим. Он зачем-то сообщает информацию о том, что он еще учился в школе спецназа, то есть это еще его какая-то специальность. То есть если бы он пошел с девушкой на свидание и рассказывал бы ей что-то об этом там, вот это уже как бы такая отдельная, не касающаяся этого видеоистория, но человек умеет грамотно, ну, скажем так, понтоваться, то есть доносить нужные смыслы для, допустим, до девушки. Потому что, говоря одно, он затрагивает еще и тему про спецназ, про что-то еще, то есть это какая-то там штука, которая влияет на смыслы, что сильный, значит, мужественный, там, храбрый, смелый и так далее. То есть это так и работает. Дальше. Я профессиональный инструктор, дипломированный военный. То есть здесь он продолжает красиво рассказывать о себе, это очень важно. То отношение с твоей собакой начинается с того, что в двери сперва заходишь, двери, ворота, неважно куда, сперва заходит инструктор, то есть дрессировщик. На животном уровне это означает, что ты главный, что ты лидер. И, как мы все знаем, человек такое же самое животное, только вид называется на латыни Homo sapiens. И дело в том, что у женщины на животном уровне, когда ты ее пропускаешь вперед, это означает, что лидер она. И ты сразу с первого шага теряешь свое положение, свою позицию сверху. Потом ее отвоевать будет уже очень сложно. Женщина без боя эту позицию не сдаст. Значит, смотрите, тут уже есть комментарий, потому что в конце видео он скажет еще один тезис, с которым я полностью соглашусь. Здесь же я с человеком поспорю и не соглашусь. Если бы все было так просто, да, просто перестань пропускать женщину, перестань там говорить комплименты, перестань что-то еще делать или там дарить цветы, или начни что-то другое делать. И все, и ты приобрел позицию сверху. Но это также выглядит нелогично для меня, как если человек боится, он робкий, но ему говорят, просто начни вот так вот ходить по улице, расставив руки вот сюда вставив зубочистки. И все, и ты сразу же, так сказать, обретешь смелость и так далее. Невозможно потерять позиции сверху, если она в тебе есть. И получается, если она не настоящая, не истинная, а исключительно основана на каких-то внешних действиях, о которых сейчас говорит вот этот человек, если она фейковая, если она только внешняя, то при первом же каком-то нестандартном случае все посыпется как карточный дом, все развалится. Возможно, что у животных так. Мы тоже животные, но мы чуть менее, там, скажем, примитивные, чуть более развитые. Поэтому еще раз, одними внешними действиями или неделанием чего-то, или деланием чего-то позиция сверху не включается, уж тем более она не теряется. Невозможно потерять там смелость, невозможно потерять, если у человека такая черта характера есть, да, невозможно потерять интеллект, то есть он не может его выключить, потому что это настоящее. Если человек просто прочитал две книжки, там придумал себе какой-то образ и ходит везде цитирует фразы из этих книг, то, конечно же, он попадет на какую-то интеллектуальную там, не знаю, вечеринку и там передачу, что, где, когда и так далее. И там он просто засыплется. И очень многие мужчины, кстати, путают фундаментальные, глобальные важнейшие вещи. То есть они общаются из крайности в крайность. С женщинами некоторые в режиме пуделя на задних лапках, некоторые в режиме какого-то жесткого альфача или мудака, который не делает комплиментов, говорит, сама приедешь, то все, 30, не дай бог я открою дверь ей, что ты. И то, и то ни к чему хорошему не приводит. И что касается еще раз того, что дело не в действиях внешних, дело в твоем самоощущении, которое можно включить в себе. И ты узнаешь здесь дальше в конце, как его включать. То есть если я открываю кому-то дверь, я часто открываю двери, очень часто или пропускаю вперед каких-то людей. То есть в большинстве случаев это либо взрослые люди, там бабушки, дедушки, либо просто кто старше меня, либо женщины, либо там женщина с ребенком. Всех моих родственников это касается обязательно. Всех моих родственников. И получается, почему я это делаю? Я это делаю, не задумываясь, позиции сверху, не позиции сверху. Я их уважаю. Либо гипотетически посторонний человек, который старше меня, я готов уважать. Либо я уважаю своих. И в этот момент они точно не думают. Я стопудово знаю, что я заняла или занял позицию сверху, потому что меня вот этот вот Владимир пропустил вперед. Вот этот вот лошара и так далее. Нет, в этот момент им приятно. Они даже не думают об этом, приятно или нет. Они просто идут и возможно для них это такой показатель того, что я к ним нормально отношусь. Что я воспитанный парень, я стараюсь быть воспитанным. Не всегда у меня получается, мягко говоря, но я стараюсь. Видит Бог. А для меня это не показатель того, что я унизился. Но если вдруг, не дай Бог, кто-то из них в какой-то момент ко мне начнет обращаться неуважительно или проявлять неуважение, здесь я тут же поставлю человека на место. Либо перестану с ним общаться. Вот и все. Поэтому это не зависит от внешних действий. Мои вот эти внешние действия, потому пропускаю я даму вперед или не пропускаю, они никак не характеризуют ни меня, ни ее. Не в этом заключается позиция сверху. Далее. Еще чуть-чуть послушаем то, с чем я очень сильно согласен. Поэтому все начинается с этого. И когда люди не могут выучить собак, чтобы они их слушали, это начинается с того, что вперва, сперва в двери заходишь ты первый. Только после этого собака. И кушать то же самое. Все по команде. Поэтому женщинами, когда вы в ресторане, вы обратите внимание, она начинает одна без вас кушать или ждет, пока вы присядете и вместе начнете кушать. Это тоже очень хороший знак, как она вас воспринимает. Ставит во что-то или не ставит. Тоже просто такое дополнительно моего опыта. С этим я полностью согласен. Причем как бы абсолютное большинство мужчин в последнее время о таких мелочах, как они думают, они даже не задумываются. Они думают, да это какая разница. У них даже в голову это не приходит. А почему? Потому что они сами этому не соответствуют. Они сами так не делают. То есть ему все равно, допустим, насчет он есть первый, если он с бабушкой или где-то с родственниками или с кем-то еще. Или не насчет. Поэтому они и к себе так же относят. Насчет еды я полностью согласен. Если женщина ждет, когда ты тоже тебе принесут твою еду. Сначала принесли ее, потом, допустим, твою чуть позже. И потом начинает есть. То есть это неплохой показатель того, что она как минимум тактичная и воспитанная. И ключевой смысл какой? То есть все хотят найти себе женщину, чтобы она их уважала. Конечно, кому не хочется. Но для этого тебе нужно с женщинами себя начать вести так, чтобы ты в этом общении с женщиной сам себя уважал и сам к себе относился уважительно. Вот это самый главный смысл. И в чем самый главный смысл позиций сверху? Не в действиях, не в дверях, не в том, что ты пропустил кого-то вперед, или что-то еще покушал, не покушал, а в том, чтобы люди относились к тебе уважительно. И если они относятся к тебе неуважительно, ты либо ставишь их на место, либо, если эти люди какие-то, от которых можно уйти, ты просто уходишь и перестаешь с ними общаться. Самое главное, чтобы твои принципы, твои убеждения, твои рамки, твои какие-то нормы поведения с тобой, они были для тебя важнее, чем присутствие рядом женщины. В этом вся беда из-за отсутствия выбора, у вас нихрена нет выбора, вы терпите любое ненравящееся вам поведение женщины. Если не нравится поведение, скажи об этом, жестко и ультимативно, мне так не нравится, со мной так делать нельзя. Если человек продолжает это делать, ты просто уходишь, просто уходишь. Если ты не уходишь, тогда заткнись и сопи в две дырки. И будущее тебе обеспечено, гарантированное такое. Ты будущий потенциальный каблук. А научиться истинной позиции сверху, понять вообще, как она работает и начать ее все в себе включать, тебе в этом поможет моя система и в частности первый ее модуль, который сейчас в течение максимум еще суток, если ты смотришь это видео только когда я его выложил, доступен тебе по супер халявной цене. То есть я решил открыть для всех доступ к моему модулю, самому фундаментальному первому модулю моей системы про позицию сверху вместо 10 тысяч рублей всего за 1490. То есть ты можешь пойти поесть в кафе на эти деньги, посматривая на красивых девушек и ничего с этим не делая. А можешь просто научиться общаться с женщинами с позиции сверху. А это не то, что просто. Это самое главное, чему ты должен научиться. У тебя остались сутки, чтобы успеть по этой халяве впрыгнуть в этот доступ. И в общении с женщинами самое главное, это впитать в себя эту базу. Потому что если нет этой базы, нет позиции сверху, это то же самое, что ехать по огромному мегаполису на машине, абсолютно не зная правил дорожного движения и вообще не понимая, что делать. Долго ты на этой машине не проедешь. Поэтому еще раз, у тебя есть супер халявная возможность. Почему я это делаю? Потому что я знаю, что как только ты посмотришь этот модуль, тебе захочется купить уже за нормальные деньги, те, которые стоит эта система, все остальные модули. А сейчас это некий тест-драйв. За 1490 рублей ты получишь доступ к позиции сверху, к нормальному качественному общению с женщинами. Спасибо.